всем привет итак персонаж настроен вот он персонаж с настроенными костями так здесь щит я скачал его в интернете не стал заморачиваться его делать так есть мяч так сначала щит давайте отключим так делом тут находится выделим так 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 надо все это дело сначала наверно объединить в один control j потому что все это будет заменяться потом так control j не хочет объединяться ну ладно что-то со счетом не то наверно так вот это кто нет объединилась так что тут еще все объединение прошло щит пока можно отключить выходим на нашего персонажа единица на нампаде и нужно вставить кость именно в мяч shift а арматура вытаскиваем арматуру вот сюда делаем и с ну так пусть она и будет так н панель давайте какую-нибудь штуку поставим за место кости как finger давайте опять же выберем кость и почему-то на нее не ставится потому что мы не в пост мод так выбираем а кость и крит все вот кость назначена обжиг нот вяжем кость так мяч на кость через shift control пить автоматик виджет или знать ctrl z control так control пи давайте лучше бом вот так будет лучше так это дело есть теперь понадобится еще что понадобится уровень пола shift а мэш план и давайте сделаем бейсбольную площадку добавим в шейдинг шейдинге новый материал так и в материалах назначим имидж текстур добавим или здесь open или вот в этой панели можно нажать open найдем текстуру вот этого стадиона ну что-то в этом духе так теперь в layout семерка на нампаде и немножко все это дело растянем приблизительно теперь смотрим где у нас находится щит тогда лучше вот так все это дело передвинем ну вот уже что-то так вот этот рик именно который я делал это не миксамовский вот давайте его протестим теперь выбираем значит кости и заходим в пост мод так есть такое делаем сейчас будем делать тогда анимацию а потом уже подгадаем размер стадиона и вот этого вот щитка так как же это дело будет вот первый раз делаем давайте посмотрим результаты как удобно будет управлять вот такими вот таким видом костей так первым делом я наверно отключу текстуры всего так будем делать так мяч есть так это все дело присутствует и и что нужно сделать выбрать тазовую кость нажать g вот так теперь выбираем управляющую кость ноги так тройка на нампаде попробуем как-то g вот так вот теперь таз подводим вот сюда вперед чуть-чуть так колено колено где-то кость вот эта часть g значит сюда на эту часть сюда ну что-то этакая получается так еще раз g наверное так вот это сильно наверное отведено и пойдет так теперь нагреваем нашего персонажа вперед перекручиваем вот эту кость выбираем управляющую кость руки g сюда вот перетягиваем так r g так и вот эту руку сюда так теперь голова голова наверное 7 на нампаде и р шеи вот как-то сюда будет смотреть вот так вот выбираем мяч джим подставляем к рукам так теперь управляющую кость сюда выкручиваем выбираем пальцы делаем r делаем вот так вот так мизинец тоже подстанем ну что-то в этом в этом духе только еще кисть тут это нужно перекрутить так джи подставить и палец вот этот палец нужно перекрутить выше вот так вот ну а теперь выбираем управляющие кости рук и сам мяч и значит джи поближе к нашему персонажу теперь еще таз выберем и джи чуть-чуть и так оттянем прописываем а и блок рот и джи на первый кадр поставим я не поставил так теперь нам понадобится наверное будем делать 5 10 15 а там уже разберемся так на пятом кадре теперь значит выбираем кость мяча кости рук выбираем какую кость вот эту наверно крутили так перекручиваем так вроде перекрутилась отключаем ее через shift включаем вот эту тоже кость джи чуть-чуть выравнивается он и и вот эти кости мяча и управляющий рук значит джи подводим груди чуть-чуть и перекручиваем как бы вот так вот раз колено чуть-чуть отводим ну и это колено чуть-чуть тоже отводим чтобы движуху создать так смотрим что у нас с головой семерка на нампаде R так ну и немножко наверно позвонок открутим R так прописываем а и блок рот смотрим что получилось ну нормально первая движуха есть теперь давайте десятый кадр делать теперь он как бы должен кинуть мяч сначала так выбираем управляющие кости значит мяч теперь джи R так вот раз хочет кинуть так теперь ctrl z так пардонте ctrl z и через shift выбираем сначала тазовую кость чуть-чуть его приподнимаем теперь через shift выбираем вот эту кость вот так так понятно и теперь чуть-чуть создадим движение таза так это получается джи и колено как бы в бок так так теперь чуть-чуть подкручиваем руку а и локрот смотрим что получилось вроде как раз обманка shift d на 15 первый кадр вот она создалась движуха теперь двадцатый кадр делаем так здесь теперь будет интересно так выбираем так выбираем значит вот эту ногу тройка на нампаде так g r вот так так теперь колено вытаскиваем g вот сюда выбираем руки вот эти кости выбираем кость мяча и выбираем кость таза значит джи подаем все это дело вперед и чуть-чуть значит перекручиваем вот так вот таз так пардонте ctrl z таз теперь отключаем не будем его двигать а будем двигать вот этот верхний корпус так делаем вот так вот и чуть-чуть вперед теперь голову шею приподнимаем ну и можно ключицу чуть-чуть значит это значит приподнять вот так вот так вот здесь вот поза так таз в эту сторону вот так вот и значит и значит тут это колено g вот чуть-чуть в эту позу перекручим поправляем пишем а и локрот создадим пробежку 25 кадр выбираем управляющую кость ноги g r так это значит вот так ее ставим g так 7 7 на нампаде r таз перекручиваем так тройка на нампаде нога вот это должна встать сюда вот так теперь выбираем руки и мяч так и таз g поднимаем вот так вот на эту ногу вот сюда и r поднимаем от пола что-то в этом духе да тогда мяч нужно вот этот мяч и руки так то нажимаем вот уже неудобство вот эти вот есть глаза напрягаются конечно больше чем от костей но видимость лучше так r перекручиваем ну вроде поза хорошая а и лак рот ну а теперь смотрим постоянно смотрим что у нас происходит так на тридцатом кадре теперь этот персонаж должен приземлиться вот на эту ногу чтобы не сбиваться выбираем таз так выбираем кости рук ну и выбираем кость мяча и вот этого персонажа g на эту ногу приземление делаем так тройка на нампаде отпускаем ступню r бэмс над пол ставим а и лак рот тридцать пятый делаем теперь опять бег как бег у нас получается теперь так 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 выбираем тазовую кость через shift делаем авто и дитой control z это что за кость тут такая вот уже неудобства и также control z выбираем косточки опять же это руки и таз вот если работаем то движение вот так лучше делать тазовая кость и вот то что у него в руках это все хорошо будет передвигаться вы видите что теперь чуть-чуть он поднимается как бы а это нога вот это g идет тут выравнивается вот с этой ногой и чтобы она выровнялась нужно колено g поправляем а эту ногу g поближе к персонажа так вот к этой ноге короче вот поближе а здесь нужно колено косточку колено увести в эту сторону вот так ну прикольно ну вот на этой позе на этой позе что происходит смотрите выбираем кость руки и мяч и вот это вот часть отходит вот сюда уже так и перекручивается а вот эта рука она уходит чуть-чуть сюда вот так вот и перекручиваться как будто она мяч бросила но тут так теперь нужно немножко перекрутить тело но так что то да так и поднимаем нет вот от таз вот это так вот эту кость лучше перекрутить и делать ее более такой вытянутый так включится теперь чуть-чуть опускается а это включится чуть-чуть приподнимается и чуть бок но вот эта рука она должна еще как бы мяч контроль держать но как будто видно было что она бросила руку а этот мяч с рукой должен недалеко быть от таза вот так теперь как ну что то в этом духе так что у меня тут с тазовой костью напряг на эту ногу вот теперь верю так и косточку головы семерка на нам падим надо и перекрутить вот так как бы ну и шею чуть-чуть подрегулировать на эту сторону во а и блок рот и и вот здесь вот перехода нет вы видите толчка не тот раз он стоит и получается здесь должен быть раз и толчок оттолкнуться так как это дело происходит а вот что тут нужно сделать выбираем таз выбираем мяч так вот видите что есть неудобства но зато персонажа видно хорошо но бывает как бы пожирнее вот эти все делать так вид чтобы они жирные были аж так и теперь здесь он готовится приседает так тройка на нам паде так g а эту ногу g ставим вот сюда подгибаем палец наверное вот так вот раз g все хорошо но я потерял управляющую кость вот на которую смотрит вот этот персонаж так это значит кость этой ноги а эту кость я не найду куда-то она исчезла вот уже косяк и лок рот а ну-ка смотри насколько это помогло а вот нога стоит мертво из-за ноги бывает не похоже что он побежал так тройка на нам паде и вот эту ногу g надо на место поставить а вот этот палец r подсагнуть вот так вот ну и прописываем так смотрим насколько будет сейчас изменения ну да вот здесь еще нужно будет подкорректироваться по скорости ну уже более-менее нога вроде проступ какая-то так теперь сороковой мяч должен удариться о пол так перекручиваем теперь нашего персонажа так выбираем руки мяч таз ну и вот эту кость тоже управляющую смотрим так семерка на нам паде надо r перекрутить персонажа теперь отключаем вот этот позвоночную кость и g ведем его вперед вот эта нога g подходит значит выше вот сюда так я что-то не пойму почему его так выкручивать нехорошо так вот эту часть r перекручиваем так а здесь что получается g g и вот эта нога чуть-чуть наверное в сторону побольше должна уходить так есть голова r опускается шея r чуть-чуть подкручивается и на этом моменте так здесь значит еще g вот она нашлась одна косточка так вот раз нашлась вторая и вот на этом моменте где нога поднимается у нас должен быть опуск мяча удар об землю от пол вот так так а этот рука сопровождает а эта рука уходит вот сюда а и р как бы перекручивается так мяч подальше так рука ведется в сторону броска мяча вот так прописываем а и локрот так есть бросок даже тут надо еще как-то кистью поработать промежуточные будем добавлять потом кадры чтобы какая-то вяжуха нормальная была так теперь выбираем кисть руки и таза g вытягиваем ее вперед эту ногу значит перекручиваем ставим вот в это положение так и теперь я хотел сделать это g упор идет на эту ногу вот так колено выравнивается нога g поднимается r опускается и вот это сгибается ступня так g тело еще больше вперед а мяч вот кстати мяч здесь уже должен вернуться в его руку r g возвращается в руку г ты бежим вот так вот так и как бы на повыше приподнять поднять а и лакрут смотрим начало это значит вот такая обманка он обманывает отбегает но здесь старт конечно нужно сделать поблотнее нормально так обязательно сохраняйтесь чаще потому что вдруг блендер вылетит и коту под хвост и все ваши труды так то он не вылетает но сейчас потому что жара возможно техника перегревается и так рекламная пауза перекур и так перекур закончен погнали дальше так вот уже сразу после перекура замечен косяк тут еще движуху создадим промежуточный кадр так а здесь пятидесятый выводим теперь вот это потом подправится это не проблема так теперь что делаем выбираем таз выбираем мяч через shift выбираем руки так это у нас получается тройка на нампаде так нет сначала давайте ногу поставим это значит G нога R ставится а это нога так сначала руки мяч руки таз и делаем упор на эту ногу так эту ногу выравниваем с этой ногой и немножко таз наверное перекрутить так голова семерка на нампаде R смотрит вперед и на этом моменте вот на этом моменте вот этот мяч отлетает опять в пол да вот так а эта рука G как будто вперед подается Так, эту руку тоже, чтобы она просто так не находилась возле тела. Давайте ее чуть-чуть пониже опустим. И локрот. Так, вот вы видите, что здесь толчка нету мяча. Вот этого кадра. Он тут должен быть быстрый, поэтому мяч поднимаем чуть-чуть к руке и создаем, прописываем а. И локрот. Смотрим. Так. Делаем перекрутку и как бы G он его вперед толкает. Оттолкает, значит у него плечо опускается, включится чуть-чуть. И тело чуть-чуть перекручивается. А, и локрот. Смотрим, получится такой вариант. О, вроде уже толчок появился. Потом еще над этим делом нужно поработать. Так, а здесь мяч G потом пропишется вот здесь. Вот так. Но это потом корректировки, когда будет, чтобы много кадров не было. Уже при... Так, когда растянется вся эта анимация, тогда будут добавляться промежуточные кадры. Так, ну а теперь на каком кадре должен мяч подняться. Так. И здесь вот еще в чем косяк. Так, 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 так. А косяк вот еще в чем, что здесь G аж вот так он должен сделаться. Тогда эта нога чуть-чуть вот здесь должна быть. И вот этот хвост, ну пальцы должны выпрямиться. И вот эта стопа чуть-чуть уйти вниз. Так. А, и локрот. Так. Теперь самое интересное. Здесь так самое интересное. Вот эту ногу. Так, G уводим вперед. Перекручиваем. Ставим вот сюда. Таз G уводим в эту сторону. Эту ногу приподнимаем. G, R перекручиваем и пальцы подгибаем. Вот так вот. Тройка на нампаде. G. И вот тут нога перекрутилась. Почему? Потому что нужно колено подправить. Вот так. А вот эту кость R оставить поровнее. Так. Что тут с тазом? Таз R нужно перекрутить. Вот так вот. Теперь значит G еще больше в эту сторону напряг. Так. Р перекручиваем. G. Тело. Семерка на нампаде. R перекручиваем. Так. Семерка на нампаде. Стопу тоже перекручиваем. И мяч возвращаем в руку. Так. Значит G. Так. А эта рука значит перекручивается. И подставляется к мячу. Так. Тут потом нужно будет еще вот эти пальцы подсогнуть. чтобы как будто он ее ну поймал. Вот так вот. А. И локрот. Так. R. G. Вот так наверное будет. Ну и голову. Так. Вот эту часть. Семерка на нампаде. R. Р. Перекручиваем в эту сторону. Так. А здесь что у нас получается. Вот так. А эту вот так да. Вот такие вот нюансы. Что здесь вот получается. Можно запутаться по форме вот этой. Насколько ровно это будет тело. Вот так вот. Так. Теперь значит колено сюда. Так. А руку она здесь не может по сути своей быть. потому что рука должна находиться где-то теперь уже вот здесь. И как бы чуть-чуть назад и на раскид. Вот так вот. Так. А вот этот мяч с рукой чуть-чуть повышен. Ctrl Z. И мяч. Вот он. G. Вот здесь он его поймал. А. И. Клокрот. Смотрим. вот здесь вот промежуточного нету видите эта нога должна уже верху быть так а это тело уже должно быть впереди чуть-чуть вот так где-то будет нормально так и пальцы перекручиваем а и локрот ну вот уже человек бегает так m панель посмотрим что тут еще есть отвлечемся немножко так о скрин касский работает но это версия 291 которая делала потом посмотрим когда будет все готово я закину это все в 293 и посмотрим на внешний вид как примет та версия так шестидесятый кадр теперь надо делать так на шестидесятом кадре выбираем руки мяч вот так вот и смотрите что делаем g вытягиваем так вот нашего персонажа а вот эту ногу вот сюда значит пальцы перекручиваем колено перекручиваем так весь колено что-то вот здесь я в тазе потерял вот так наверно да вот так и теперь выбираем мяч выбираем значит руку g это все идет r вот так таз еще больше перекручиваем перекручиваем колено перекручиваем g g g g g цель g 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 тут тазом так еще больше на его выкрутить на двор теперь вот сюда выравниваем позвоночник делаем наклон даже не наклона g еще его вперед ногу чуть-чуть сюда ну и руку с мечом подводим значит к бедру вот сюда ну раз мы все подводим то рука начинает ломаться а ломаться начинает потому что тело надо еще перекрутить вот так так и вот эту руку чуть-чуть подсогнуть вот так а это значит у нас на расслабухи идет рука вот так вот джей а и о крот смотрим что получилось нормально но это потом корректировать еще надо будет эти все косяки смотреть так 65 кадр так на 65 кадре на 65 нам понадобятся опять же кости вот этого таза здесь значит вытягиваем повыше персонажа поднимаем ногу стопу и опускаем и перекручиваем ее под пальцы вот так а это нога получается еще идет как бы повыше и чуть-чуть перекручивается тоже стопа так теперь этот мяч г-джи уводится вот сюда перекручивается рука перекручивается наверно корпус так рука чуть назад и ключицу тоже то доводим так а что получится если сейчас так вот здесь вот опять шарики эти потерялись так а это колено сюда значит таз перекручиваем это тоже перекручиваем так и рука вот это идет вот сюда тоже перекручиваем g-джи вот так перекручиваем так и что ж у меня рука так перегибает сильно так g-джи-р вот так наверно а и локрот на 70 он уже подпрыгивает так поднимаем теперь корпус и и руки вот эти тоже надо поднять с мячом так это тоже поднимаем вверх вот сюда еще в бок ну вперед тянем его корпус тянем вперед это нога g поднимается еще выше а это уже отрывается от земли g-джи-р перекручивается и стопа ну пальцы тоже перекручиваются а этот мяч так вот этот мяч передается в ту руку значит выбираем г-джи-р так а этот как-то надо тоже взять так г-джи-р так а эту руку натянуть в бок опа а эта рука не хочет да в бок отводиться ключицы отводим г-джи-р эту руку чуть-чуть пониже г-джи так пардонте вот это тело выравниваем сюда а вот этот мяч тогда нужно так вот видите теперь косяк какой не видно косточки меча вот это не есть хорошо где ее теперь искать так 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 не она вот она ни фига себе так вот прозрачность можно включать так вот мы ее выбрали и руку так это вот сюда это значит сюда идет рука и тело нужно чуть-чуть наверно перекрутить вот так вот а и блок рот а ну-ка смоем так и на этом кадре вот здесь уже неправильно сделано идет толчок так вот это значит стопу р надо еще больше перекрутить и джи вот так еще поставить а и блок рот все нормально так так теперь а теперь а теперь нужно значит этот мяч мяч вот этот мяч зарядить в эту руку значит это джи вот так вот так и вот эта рука уже должна быть вот здесь так вот включиться включиться теперь назад как бы чуть-чуть и все это дело чуть-чуть ниже опускаем и где-то вот чуть-чуть перекручиваем вот так вот так а эта рука выходит вот сюда и ключица выпрямляется рука чуть-чуть это выкручивается теперь выбираем мяч выбираем стопу а кисть руки так где тут вот так ну и таз и получается еще выше тогда приподнимаем все это дело это нога еще больше уходит вот сюда это еще больше приподнимается и вот эти колени перекручиваются так и какую я еще крутил тело семерка значит вот так вот 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 и вот смотрим подпрыгивает и куда он должен уйти наверно сторону да так теперь значит эту ногу g r это тоже g rg поднимаем таз вот сюда уводим это рука у нас получается уходит вот сюда вниз и чуть-чуть опускается вот так а рука с мячом выходит вперед так это значит g g r нагинаем нашего персонажа позвоночник голову чуть-чуть выпрямляем так и что тут вон копить какая-то так нифига не пойму почему сиськи так перекрутились что тут за кости так вот это наверное ну да а 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 раз и теперь должно быть приземление так а вот этот мяч по моему он должен еще впереди больше быть так смотрим на 70 кадре где-то наверно g вот сюда так перекручиваем руку g r g опана так вот это кисть r чуть-чуть выравнивается и вот вперед я уже на надо перетаскивать так а и локрот пробежка прыжок какой-то кадр может поближе придется подвинуть чтобы здесь здесь вот идет ускорение вот от этого кадра вот эти все кадры надо будет потом на ближе друг другу подвигать потому что здесь очень большая скорость в полете так и вот эти кадры по моему тоже еще отсюда придется к этому подвинуть все вот теперь делаем 70 так тройка на нампаде семерка тройка так теперь вот эта нога идет у нас на приземление вот сюда колено уводим так и ногу еще как бы вот так на вытяжку так а это нога все еще тут как бы так вот этот мяч мяч с рукой должен подойти к ноге так вот к этой вот ноге g так значит вот так это нога должна быть это должна быть тут какая-то должна быть как бы вот здесь перекручивается у нас значит вот это тело позвоночник так голова на место а вот эта рука на вытяжку так и ключицу вперед так тройка на нампаде все это тело выбираем и g чуть-чуть приземлению готовимся а и блок рот так эту ногу значит g повыше и перейдем ногу тоже повыше тогда переписываем кадр так а этот кадр а все выбираем и g подальше отводим а и блок рот все нормально 75 или 72 час пропишем приземление то приземление у нас будет вот такое и ногу перекручиваем так control z оставляем и английское а и g ставим значит его на пол выбираем руку таз руку мяч делаем g так мяч значит уходит в пол вот так вот так и тело надо перекрутить руку перекручиваем так это рука уходит чуть чуть еще повыше так а здесь у нас получается ключица пониже это значит повыше это значит так 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 Так, что-то с этой рукой надо делать, подальше, наверное, еще раз. И голову перекручиваем, так, кисть, а наш мяч бросила, значит, кисть чуть-чуть, значит, вот так, и в натяжечку. А, и локрот. А ну-ка, смотри, что получилось. Значит, здесь вот чуть-чуть перекручиваем. Вот так вот делаем. А, и локрот, смотрим. Так, а здесь должна, значит, такая штука, будь, что кисть как бы отталкивает мяч. Так, если этот кадр удалить. Ага, вот еще в чем косяк. Так, здесь надо вот, сейчас, что сделать, вот такую штуку. Где же все-таки приземление будет. Так, эта нога сюда. Ну, и тогда вот, что-то в этом духе. Так, руку чуть-чуть поправляем. И перепропихаю. Так, тогда вот этот кадр тоже не понадобится. Так, а здесь, получается, идет амортизация. Значит, G. Вот что-то в этом духе. И колено уводим в бок чуть-чуть. Так, вот эту ногу чуть-чуть перекручиваем. Так. Так. Так, и упор на вот эту ногу. Все. Во. А. И. Локот. Так. А вот здесь высота мне не нравится. Здесь, значит, тройка на нампаде. И вот это все А. Английское. Выделяем. И G. Наверное, нужно уже к полу. Ну, к точке поставить. А. И. Локот. Ну да. Все нормально. Сохраняю. Сейв. И на этом пока законченное. Потом будет следующий ролик. Уже буду там дальше продолжать эту покадровку. Чтобы он прыгнул именно и кинул мяч в кольцо. Все. Всем пока. До свидания. Пока. Вот такой результат. До свидания.